В эфире «Классный час свободы. Образование и общество». Веду программу я, Тамара Леленкова. Сегодня мы поговорим о школьных учебниках, о том, почему список рекомендованных изданий становится все короче, разговоры о единых учебниках все громче, а опечатающих школьные книги издательств все меньше. Московская студия, научный руководитель Центра оценки качества Высшей школы экономики Виктор Болотов, директор Московского центра образования номер 109 Евгений Ямбург, директор школы будущего поселка Большой Исакова Калининградской области Алексей Голубицкий и мой коллега-журналист Евгений Насыров. Из Санкт-Петербурга по телефону с нами также профессор Высшей школы экономики, доктор педагогических наук Олег Лебедев. У меня такой вопрос, наверное, самый первый, важный, потому что действительно, с одной стороны, идет речь о том, что надо бы единые учебники вести, и не только по истории это обсуждалось, а с другой стороны, естественно, может быть, образом число издательств сужается, и таким образом действительно происходит то, что их может быть меньше, и если не единые, то во всяком случае единые линейки. Это одно и то же, потому что тут какой-то рыночный, возможно, вариант, а здесь идеологический. Вот так это сходится, это или не сходится? Есть тут какая-то связь, Виктор Александрович? Ну, тут надо историю вспомнить. В 90-х годах прошлого века проект РФ даже кредит сделал Мирбанка на демонополизацию рынка учебной литературы. Было просвещение, которое издало 99% учебной литературы, и появилось хорошее издательство появилось, некоторые из них до сих пор существуют, которые на самом деле стали издавать альтернативные учебники. Но, понимаете, в одном издательстве очень трудно издавать два альтернативных учебника. Редакция одна, ну, по математике, да, и чего они будут конкурента поддерживать. А вот при наличии нескольких издательств, это вполне разумный сюжет. Но, как всегда, у нас бывает, это же бизнес, учебники, это товар, который покупать будут каждый год родители всех детей, которые ходят в школу. Поэтому стали тут же появляться псевдо-альтернативные учебники. Берут учебник хороших авторов, меняют главы, меняют задания, добавляют автора, берутся новые учебники, которые принципиально ничем не отличаются от того, что было. И вот таких учебников они стали размножаться. Поэтому псевдо-альтернативных учебников очень много, и то, что их начали резать, это правильно. Но, с другой стороны, тут же есть такой вполне понятный механизм. Но то, что книжный рынок, издательский, да, сузился, это тоже понятно. Маленькие издания, они не могут попадать в большие магазины. Но здесь же совсем другая история, да, мы понимаем. Тут гарантированный доход. Тут, понятно, тот, кто издает учебники, единственно рекомендованный. И есть, к сожалению, мы не можем сейчас поговорить с теми, кто дает оценку этим учебникам и рекомендует их федеральный список министерский. Просто потому, что, к сожалению, Российская Академия образования не смогла присутствовать в программе. Как-то они... Ну, опять здесь два члена Академии. Он Академик и я Академик. Да, но вы не занимаетесь экспертизой, но, возможно, вот, хорошо. Игорь Александрович, вот, да, на ваш взгляд, насколько этот механизм успешен, да, когда идет экспертиза, авторский коллектив, экспертиза, список. Давайте разведем переменные, да? Давайте. Здесь есть три этажа. И на каждом этаже решаются разные проблемы. И вот это пересечение дает эффекты довольно странные сегодня. Значит, этаж первый. Я абсолютно согласен с Виктором, что демонополизация была главным трендом в 90-х годах. Лично мне это очень нравилось. У учителей появился выбор, возможность различной учебники. Это связано было и с дедой идеологизацией, да? Это было связано с тем, что и разные контингенты учащихся. Одно дело дети с задержками в развитии, другое дети продвинутые. Появились лицеи и гимназии, окей, все было замечательно, хорошо. С другой стороны, конечно, появился и мусор. И это была такая стихия, которой бедные учителя говорили, мы запутались. Это одна сторона. Вторая сторона, сейчас же время-то переломилось, да? Вторая сторона, когда государство опять начинает очень сильно этим рулить. Это идеологическая вещь. Один вождь, одна идеология, один учебник. На мой взгляд, это довольно опасно в нашем обществе, потому что в этой ситуации, вот, сегодня тоже страсти разгорается. Вот скажите, ответьте мне на простой вопрос. Вот, почему я не могу пользоваться, вот, как учитель истории, замечательным учебником Гуревича по средним векам, а до лучшего нет? Ну, там стоит лейбл «Фонд Сороса». Все, долой. Вот это вот опасно совершенно, это уже мракобесие. Теперь третий момент очень интересный. Всегда возникает вопрос при отборе Грибоедовский. А судьи кто? И сегодня у нас вылетели потрясающие учебники, линейки Веленкино. Вылетел великолепное учебник к кредитатуре «Граник». Я, как профессионал, отвечаю свои слова. Да, и младшую школу убрали, то есть старшая, средняя, чуть раньше, а сейчас и младшая школа тоже ушла. Да, да, да. Ну, понимаете, качество учебников, которые попали в федеральный список, а сегодня ситуация очень хитрая. Школа имеет право пользоваться только теми учебниками, которые имеются в федеральном списке. И вот я вчера буквально, я и не знал, что мне плакать или смеяться, все-таки я такой скромный академик, жена учитель, и родная внучка во втором классе поставила вопрос, мне пришлось звонить академикам-филологам. В учебнике по русскому языку вопрос для ребенка второго класса, где требуется проверить последнюю букву «В» в слое деревьев. «В». Нельзя проверить окончание. Это бред сумасшедшего. Только окончания в русском языке нет «В». Можно «Тиньков» на водке, но это другая история. Ну, может быть, это еще старый учебник, который не в списке рекомендованных. Нет, 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 это учебник из федерального списка. Я не буду называть имена фамилии Явки. Это вот вторая сторона вопроса. То есть очень много сторон вопроса. И, конечно, те учебники, которые часто издавались, и с ошибками – это безобразие, и с той полиграфией, которая портила зрение детям – это безобразие. И вот перед бедным министерством встал вопрос, как отделить чистых от нечистых. И тогда какие-то комиссии были созданы. И в этой ситуации я вам хочу сказать, вот я очень жалею о том, что многие учителя говорят, дайте нам один флаг, дайте нам один учебник. Это непрофессионально. Никакая комиссия, не работающая в школе, без участия учителей. Вот я в своей школе дал команду очень жесткую. Какие бы учебники ни были, во главе с заместителем директора прочувствовать все, смотреть, прежде чем вы даете задания. Но ведь и дальше эти задания попадают, то, что называют сегодня внешний контроль, попадают в эти тесты и так далее. И мы подставляем детей. То есть проблема не решена. И уже следующее слово, уже экономическое. Я никого не хочу обвинять, потому что я вообще чушь рынку. Но у меня подозрение, что помимо содержательных успехов, это, конечно, рыночная экономика. И этот такой вкусный кусок госбюджета, но здесь уже многие издательства будут погибать. И уже погибают. Точка пока. Да, это правда. Потому что вот те учебники, которые вы назвали, вот по адредакции Граник и учебник математики, это мне Маазина. И, собственно, вот авторский коллектив, то, что касается Граника, они ушли в научную работу, а не перешли к другому издательству. Но бывает и так, вот как с Федоровым издательством в Самаре, от них ушли просто авторы вместе с тем вот замечательным комплексом по системе развивающей обучения, Занкова. Да, они ушли просто в другое издательство. Но там будут продолжать каким-то образом тоже издаваться. Другое дело, что вопрос конкуренции. Но об этом мы чуть позже. Нет, знаете, есть еще очень тонкая вещь, это надо обязательно обозначить. Ну, Москва все-таки не бедный город, да? И, в принципе, вот не запрещены учебники там, ни Граник и так далее. И родители могут по заданию школы покупать на свои деньги. Но вот те-то учебники бесплатные, а сегодня кризис на рассыпках. А что это мы должны за свои деньги? Ну, понимаете, тут все связано. Контекст очень глубокий, широкий и разнообразный. Ну, тут еще вопрос, кто как может учиться, потому что вот на сайте министерства написано, те обучающиеся, которые уже учатся по учебникам, не вошедшим в новое ФПУ, ну, то есть вот этого года. Они продолжают. Они продолжают, но новый заказ для новых классов этих учебников не делается. Да, ну вот я хочу попросить еще мнение доктора педагогических наук из Петербурга. Коллега тоже по высшей школе экономики, Олег Лебедев, он как раз выступал и на общественном совете, ровно как вот и вы, да, по этому поводу. Основной вопрос, мне кажется, это вопрос о том, один учебник или много учебников. Потому что если нужен один учебник, то его издание вполне может концентрироваться в одном издательстве. И такой опыт у нас был. Это опыт издательства просвещения в советское время. И вот если обращаться к этому опыту, то, наверное, можно будет сказать, что его отличительной чертой было создание стабильных учебников. Все те, кто там давно в школе работают, знают, скажем, что был учебник Пёрчкина по физике. Один из самых долгожителей. Этот учебник переиздавался на протяжении примерно 50 лет. Был учебник Киселёва, который переиздавался в более 30 лет. Ну, наиболее известные учебники по алгебре Киселёвске. Был известный учебник, вообще это уже было новое поколение учебников, послевоенное. Учебник Коровкина по истории древнего мира, который издавался примерно 26 лет. Стабильные учебники могут быть, но не обязательно стабильные учебники, это единственные учебники. То есть вполне возможна ситуация, когда существует несколько линий стабильных учебников. Опыт создания приличных учебников, ну, того же Пёрчкина, там, Киселёва, Коровкина, там, показывает, что по-настоящему хорошие варианты учебников появляются только через несколько лет их апробации. Ну, вот надо ли соединять понятие «стабильный учебник» и «единственный учебник»? Когда мы имеем дело с единственным вариантом учебника, то и учителя, и ученики должны адаптироваться к этому учебнику. На каком-то там давнем этапе, если мы возьмём 50-е годы, проблема решалась довольно просто в отношении учащихся. Если ты не можешь освоить учебную программу, ты вылетаешь. Потому что астеф был тогда достаточно значительный. А дальше образование становилось всё более массовым, продолжительность его увеличилась, увеличилось личство учителей. И вот возникла ситуация, когда и разные дети, и разные учителя по интересам, по квалификации, по подготовке должны были работать с одним и тем же текстом, с одним и тем же учебником. И вот здесь, мне кажется, стали уже возникать противоречия между необходимостью повышения качества процесса и вот этой необходимостью адаптации к единственному варианту. Это было мнение Олега Лебедева, профессора высшей школы экономики. Алексей Голубицкого хочу спросить, как директора школы, вы как-то отслеживаете, каким образом попадают в вашу школу? Учебники, кто их выбирает, как вы их заказываете, есть ли возможность в одном классе или в одной параллели вот разные учебники в зависимости от индивидуальных особенностей учеников сделать? Во-первых, я хочу выступить в позиции несколько иной. Я как региональный директор, я имею в виду из простой сельской школы, как говорится. Она не такая простая. Я бы хотел отметить, во-первых, если отнестись к процедуре, то, конечно, некоторый элемент цинизма она и имеет. Потому что, если мы говорим о том, что это действительно безобразный учебник, он ни в коем случае не попал в список, то почему бы его не изъять прямо сейчас? То есть, они продолжают некое время по нему изучать. Мне кажется, что тут либо нужно, ну, как-то более, эту процедуру делать в какой-то более четкой в этом смысле. Но все-таки хотел бы шаг ответить на ваш вопрос, шаг надо сделать вообще о месте, о роли учебника в современном образовательном процессе. На мой взгляд, она постепенно, год от года снижается и существенно. И вообще учебник это некий такой методический, как я даже вот слушаю такое выражение, позволю его транслировать, методический костыль методически храмому учителю. То есть, открываем учебник, читаем параграф, отвечаем на вопросы после учебника. Если это весь педагогический арсенал учителя, то, конечно же, без учебника, причем, а хороший учебник это хороший методический костыль. В этом смысле, конечно же, например, я практикующий учитель, не скажу, что директор, я продолжаю, например, учить экологию. Я не могу даже на знаниям уровне воспользоваться одним учебником. Или даже учебниками. То есть, это обязательно выход в интернет, это обязательно работа со справочной литературой, это обязательно дополнительное получение какого-то опыта в природе. То есть, я бы не стал повышать статус учебника, вообще статус вопроса, чрезвычайно высокого. То есть, для меня лично, как детская школа, это имеет некое символическое значение. Да, действительно, никаких сигналов, что, например, к вариативности больше, или к ее сворачиванию. То есть, это вот некий такой вот, я бы сказал, что это имеет больше символический смысл. А по учебникам, по процедуре мы, безусловно, с коллегами, во-первых, мы опираемся на мнение педагогов, мы вместе принимаем эти решения. И у нас и взвешиваем, и советуемся, с коллегами из других школ, всегда перед принятием решения о переходе на другой учебник, мы, конечно же, смотрим опыт других школ, насколько это полезно и нужно сделать. Ну, вот, хочу сказать, действительно, я с Евгением Александровичем соглашусь, никто сейчас не мешает в этом смысле, то есть, это такой, скорее, не педагогический, скорее, это рыночный вопрос для меня. Но он решается на государственном уровне, извините. Ну, я имею в виду, что, допустим, да, у нас есть, например, там, условно говоря, Бибалетова по-английскому. Тем не менее, мы вправе использовать на уроке и иные, и не только учебники, да, то литература, которая в ваших... А вот, Виктор Александрович, спрашивайте, это действительно законно, эти стандарты позволяют школе выбирать учебные какие-то материалы? Стандарты-то, они про учебники, слава богу, ничего не говорят. Закон говорит про то, что школа может использовать в образовательном процессе только из перечня, безусловно. Только про дефонные учебники. Ну, смотрите, ну, два сюжета все-таки, я отчасти согласен, но отчасти не соглашусь с Алексеем. Есть учебник дружественный учителю. Ну, скажем так, если учитель хочет работать по развивающему обучению, в Ценковском, например, может далеко не Давыдов исполнить линию, извините, учебник Горецкого-Маро, ну, не может быть использован в этой дидактической линии, а не про другое. Поэтому уже требуются разные учебники, если я исповедую ту или иную дидактическую концепцию. Это первое. Второй момент. Конечно, я соглашусь, что важно обсуждать образовательную среду, которая не сводится к учебнику. И вообще в мире сегодня говорят, что в хорошем учебнике должны быть задания, для ответа, для выполнения которых учебника не хватает. Ученик должен обязательно вылезти за пределы учебника в интернет, библиотеку, ну, вообще во внешнем мире, чтобы ответить, выполнить задания, которые есть в учебнике. А у нас учебники до сих пор делаются в логике самодостаточности. Согласен. В этом плане вопрос среды. Здесь куча сервисов для детей и учителей, которые хотят знать больше. Вот что, на мой взгляд, позволит нам решить проблему сжимания перечня учебников. Но вот тут вопрос про единый, один учебник или нет. На самом деле историки очень идеологизированный предмет. Я сейчас скажу на это отдельно. Они же вышли все-таки не на один учебник, а на общую концепцию преподавания истории. Это была тяжелая драка. Я не историк, я математик, но они долго... Ты скажешь. Но было издано три учебника по этой концепции. Может быть, и пять, и десять, но концепция... Я вот тут, как один из тех, который создавал ЕГЭ в России, скажу. Ну, да, концепция должна быть. В общем, одинаковая, иначе дети попадают в ситуацию, когда они получают мало баллов за счет того, что учились по другому учебнику. Абсолютно согласен с коллегой, что роль учебника вообще-то сегодня понижается. Теперь второй момент. Да, уже во всем мире существует понятие, мы стараемся им пользоваться, называется он перевернутый класс или перевернутый урок. Это означает, что, скажем, давайте к истории уже ближе сразу. Дети получают документы, материалы, разные точки зрения, смотрят их дома, и начинается в классе дискуссия. Внимание. Но если у нас и дома не место для дискуссии, а уже в некоторых моментах и класс не место для дискуссии, то каким образом мы собираемся развивать историческое мышление? Теперь давайте не путать разные вещи. Я видел, внимательно видел эту... То есть, вот идеология начинает действовать довольно разрушительно. Хотя лично я сомневаюсь, что в сложном, дифференцированном обществе может быть какая-то единая идеология, которую будут разделять и верующие, и атеисты, и прагматики, и интеллигенты, акуджасского разлива. Это миф. Не может быть уже давно единой идеологии. Но мечта государства об этом есть. Поэтому создается единый историк культурный стандарт. Я знаком с ним. Путем огромных мытровств более-менее сбалансированных академик Чубарьянов и сделал. Там есть и о достижениях, но там есть и о депортации народов. Там все присутствует. И когда нам говорят, ну на один же мы делаем три учебника. Да, их будет три, три линейки. Я их смотрел. Что-то лучше, что-то хуже и так далее. Но по-глубокому, по большому счету, речь идет о другом. И в этих трех, ну смотрите, вы приходите в класс. Сегодня современные дети. Они сидят в интернете. Они могут выходить и имеют право за рамки этой концепции. Но тогда учитель очень рискует. Сегодня. Сегодня, понимаете? Это и рынок. Особенно, когда это касается идеологических предметов. Особенно трогательно, когда мы начинаем отбирать материал по литературе. Была идея абсурдная. Вот сто писателей. Почему этих и не этих? Это где-то финны говорили. Какое это счастье? Евгений Александрович, ты знаешь, на эту историю, что у нас нет такого количества классиков в Финляндии. И поэтому у нас нет такой трудной проблемы выбора. Я тебя перебью вставкой. Когда я занимался в 2004 году стандартами, литераторы, прямо приличные, интеллигентные люди. Как бы. Ну и как бы по определению. Еще друг друга на неприличный язык. Какого Нобелевского лауреата учебник поставить? Ну, да. Шелохова или Пастернака. Да. Шелохова или доктора Живаго. Боливар двоих не вынесет. Школьная программа не может взять. И вот одни с пеной в рта. За грудки хватали. Доктор Живаго, другие. И в этом плане. Ребята, вы о чем? Ну, нет, есть еще и предметные лобби. То все, в общем, тоже по-своему. Это касается и учебников в том числе. А как меня долбили? Убрать эту теорему. Ты же обрекаешь детей на то, что они не будут знать такое красивое. А убрать этих лишайников, уменьшить? Ты что? Вот вы экологию преподаете. Вы что? Они потеряют представление о развитии. Ну, вы понимаете, это все прекрасно, когда речь заходит о вещах, которые обсуждаются. Но то, что происходит с учебниками сейчас. То есть Министерство образования честно написало. Господа, будьте внимательны, список уменьшился. То есть вот они вот этого года написали, что уменьшился. Будьте внимательны. Но это происходит очень незаметно. Это никак не обсуждается. Никаким образом. То есть пока есть возможность пользоваться старыми учебниками. Те, которые по ветхости, или сколько они, пять лет они могут жить в школе, продолжают пользоваться. И вроде бы ничего не происходит. Но к тому моменту, когда надо будет обновлять, будет ситуация, что обновлять-то, собственно говоря, вот раз-два и нечего. И в этом смысле, мне кажется, очень показателен случай. Вот такой недавний, и до сих пор издательства просвещения. Они вот считают, что это находится в процессе работы. Это вот госкорпорация просвещения, которая была предложена вот некоторое время назад. Да, вот я, Евгений Насаров, попрошу чуть подробнее про это поговорить. Он уследил ситуацию. Да, я здесь хотел бы начать где-то лет пять назад эту историю. Значит, тогда начался активный процесс сокращения количества издательств, количества учебников, линеек учебников и так далее. Тогда говорили, что, значит, детская школа и учителя не могут разобраться, значит, что им выбрать. Это, конечно, все в пользу бедных разговоров. Такой плачь Ярославовна. Считать, что люди в школах не в состоянии выбрать себе нормальный учебник из великого множества даже, допустим, это, конечно, очень странно. Ну, то есть там люди, которые, например, привыкли пользоваться там с учебниками просвещения или дрофы, или еще кого-то, они такими будут пользоваться. И проблемы здесь нет. Обрубили возможность выбора всем, кто каждый год выбирает, какой для него учебник в этом году лучше, какой учебник там лучше переиздали. Может быть, возникли какие-то новые учебники. Говорили о том, что, значит, нужно сокращать количество издательств и линеек, потому что, значит, некачественная информация, неправильные какие-то концепции, значит, неправильные идеологии заложены и так далее. Но это тоже разговоры в пользу бедных были, на самом деле, потому что ничто не мешает экспертам, прежде всего, сначала завернуть те учебники, где были какие-то, значит, проблемы. Конкретно надо просто попросить исправить, значит, найденные там ошибки и так далее. То есть для этого не обязательно просто радикально сокращать количество издательств, и количество линейок, допущенных в школах. Да, мы с этого надо начали. Учителя, кстати, его использовали недавно при законопроекте про единый учебник, учителя за один учебник. Да. Масса учителя просто показывает. Вить, вы самые грустные, что это правда. Подожди, я был в аудитории. Самые грустные, что это правда. Подожди, я был в аудитории с математиками, где ведущий поднял вопрос, вы за один учебник, и большинство голосов подняли руку «за». После этого ведущий сказал, а теперь давайте выберем, за какой один учебник. И все. Вот именно, то есть проблемы нет. Разорвался. То есть они за один учебник тот, по которому они преподают. Других не надо. Но рядом сидит его товарищ, который будет по другому учебнику. На основании этих вопросов... Так он тоже за один учебник, только свой. На основании этих вопросов депутатов Саштой Думы, Яровая говорят, за мной народ. Один. То есть просто я своими глазами видел, как это вот... То есть на самом деле... Олег Лебед как раз говорил, что было в советские времена издательство просвещения, которое все издало. Но сейчас издательство просвещения, насколько я понимаю, не государственные издания. Не государственные, да. Вот здесь под прикрытием таких методических улучшений и борьбы за качество учебников, на самом деле, решались чисто коммерческие задачи. То есть издательство «Гиганты» на самом деле практически просто переделили рынок в свою пользу. Что мы сейчас наблюдаем? То есть многих хороших учебников нет. Как сейчас... Я просто наблюдал это по нескольким линейкам учебников, по нескольким предметам. Как сейчас происходит выбор школами учебников? Происходит следующим образом. Издательство выходит на региональных чиновников. Через них проталкивают большинство школ свои линейки. И все, собственно, там учителя особо никто не спрашивает. И выбора-то особо тоже никакого нет. И прежде всего это касается делогизированных предметов типа истории. То есть это чисто коммерческая деятельность двух гигантов. И никакой уже давно борьбы за качество нет. Потому что если даже взять самый рассматриваемый всеми под лупой учебник истории, то там колоссальное количество ошибок, ляпов, методических, нелепостей. Просто как какой-то такой полуправды. Очень просто, значит, по верхам рассказывается история. Все очень сухо. Все очень, значит, с таким каким-то большим уходом скорее в энциклопедию, нежели как бы учебник, который можно... Краткую энциклопедию. Очень-очень краткую энциклопедию мы подробно обсуждали. У меня были сельские ученики. Главнейшие события там могут рассказываться в одном абзаце. Ну, то есть без всяких вообще каких-либо выводов и так далее. В ответ на эту критику я, конечно, могу сказать, что это, так сказать, учитель уже дальше будет рассуждать. Но, тем не менее, зачем-то же этот учебник есть. В нем должны быть какие-то ответы. Для выдерживания идеологической линии. Шаг в право, шаг в лево опасен. Поэтому, когда вот дошло до, значит, законопроекта Яровой и Никонова, это не было каким-то, значит, каким-то исключением из правил. Это не было какой-то, значит, какой-то ошибкой или какой-то, значит, какой-то инициативой этих двух товарищей. Нет. К этому планомерно все шло пять лет. То есть просто никто не удивился особенно. Вот. И, в общем-то, там они имели большие шансы на то, чтобы, значит, свою идею, так сказать, провести, утвердить и так далее. Ну, то есть госкорпорация-то больше, чем просто издательство. А история госкорпорации здесь следующая. То есть эту идею протаскивали люди из просвещения. Они представляли ее, значит, там, президенту правительству. Значит, и там была следующая история. Вот коллеги, может, сейчас поправят. Значит, просто хотели создать нового оператора, новую, как бы, структуру, которая бы не только занималась строительством школ, но и занималась бы оснащением этих школ, занималась бы школьной формой, я так понимаю, и учебниками как-то тоже. Вот. То есть все сводилось бы в одни руки, и это создавалась бы параллельная структура, ну, параллельная структура, не образ структуры. Да, Жень, я вас перебью. Смотрите, ну, вот, насколько я помню, там Минэкономразвитие не поддержал, там Минфин тоже не поддержал, был Общественный Совет, в котором, да, приняли участие, Да, вот, тоже не поддержал. А меж тем, все-таки, эта идея продолжает вот оставаться. К сожалению, издательство просвещения не стало это каким-то образом комментировать мне, и они пока пребывают, как мне сказали, в неведении относительно того, что будет дальше, то есть они еще точку здесь не поставили. Можно здесь коротко еще завершу свою мысль? Здесь важно понимать, что вот это, значит, борьба за некое единство, там, единую госкорпорацию или там четыре единых учебников, это, значит, важный момент здесь в том, что идеологическая часть, такая попытка создать некий, как бы, некую, значит, одну на всех, там, один на всех стандарт, один на всех учебник, одну на всю корпорацию, она очень жестко увязана с коммерческими, как бы, интересами, там, нескольких больших холдингов. Вот, здесь, и здесь они очень хорошо, такой, произошел такой хороший мезальянс, вот, и, в общем-то, они отстаивая некую, как бы, некую идеологическую задачу, которая, в общем-то, ну, как-то пропагандируется сверху, они в то же время очень успешно решают свои коммерческие интересы. Ну, тут проблема в другом, потому что те издательства, которые в той или иной мере от этого пострадали, я с ними разговаривала несколько лет назад, когда вот впервые начал сокращаться список рекомендованных учебников, они, ну, тогда можно было дообъяснить тем, что просто не успевали что-то оформить, что-то сделать, там, опаздывали со сроками или не так, электронную версию сделали, они отказывались что-то комментировать. На нынешней ситуации они опять не очень хотят разговаривать, то есть они не говорят это публично, они могут говорить это что-то приватно, объяснять, и что некоторые говорят, что все происходит на уровне Министерства образования, которое, вот, собственно говоря, даже несмотря на экспертные заключения, эти учебники не включают в список. Вот, к сожалению, такая ситуация. Хочу коллегу Лебедеву вернуться. Вот как так происходит? Почему курс вот на это? Почему именно такой курс? Ну, с моей точки зрения, потому что чем меньше выбор учебников, тем проще контролировать образовательный процесс. И возникают противоречия между нормативными предпосылками для индивидуализации образовательного процесса и управленческой практикой, когда ограничиваются такие возможности. И за этим, я думаю, стоит и принципиальная, и педагогическая, и управленческая проблема. Все идет к тому, что в современных условиях повышение качества образования напрямую зависит от возможностей индивидуализации. За счет этого можно выйти на какие-то новые рубежи. Но если делать ставку на индивидуализацию, на учет особенностей, возможностей среды, особенностей детей, то должно меняться управление этим процессом. И есть еще один момент важный. Это фактор методического творчества учителей. Все-таки и раньше, и сейчас ставка на повышение качества образования, качества образовательного процесса во многом связана с ориентацией на методическую самостоятельность учителей. И последнее законодательство в области образования, оно создает нормативные предпосылки для развития индивидуализации образования. И вот сама тема выбора учебных пособий может стать весьма значимым фактором повышения качества всего образовательного процесса. И вот когда создается ситуация выбора, то меняется позиция всех участников образовательного процесса. Ну вот мне кажется, очень такая правильная идея, потому что действительно момент выбора он объединяет и включает, в том числе и родители, когда на родительском собрании говорят, что вот мы можем... А этому учебнику он более сложный, или поэтому давайте подумаем. И родителям волей и неволей приходится в это включаться. И педагогам тоже как-то между собой можно совещаться, если два или три предметника каким-то образом решать. На самом деле ситуация гораздо хуже, на мой взгляд. От счастья Евгений про это говорил. В одном и том же классе, ну, как математик скажет, все в мире по гауссу. Есть успевающие, есть элиты, есть средники, есть, которым трудно учиться. И де-факто учитель работает по трем программам уже. Одна программа, чтобы на порог вытащить. К тому же еще и реализация инклюзии, где сидят здесь внутри того же класса. То есть в этом плане для меня спор один учебник. Я думаю, просто бессмысленный. Просто в одном классе уже есть сегодня дети. И добавить инклюзию, про которую Евгений говорит, а он это знает не понаслышке. У него в школе такие дети. Там уже очевидно, что выстроить образовательные программы для этих разных детей ни у кого суперучебника не хватит. Не хватит, да. Здесь еще важно понимать, что на самом деле только для хороших школ значимость учебника теряет свое значение. То есть можно обучаться с помощью дополнительных источников, любых из интернета, из книг и так далее. Так обычно в хороших школах. В школах вообще, в массовых школах, на самом деле очень много зависит от того, качественный учебник используется или нет. Здесь не могу полностью согласиться. Я не знаю, что вы называете хорошей школой, но вот у меня целое подразделение, это очень тяжелые дети, это онкологические заболевания, там без почки. Я имею мониторинг, потому что там 84 региона России у меня лежит, этих детей. И там особые условия обучения. И поверьте, там используются планшеты и многие современные технологии гораздо в большей степени, потому что, вот смотрите, я сейчас не говорю о заболеваниях, это сейчас не обсуждается, да. Но вот ребенок, у него онкология, его переводили формально, какой-то там домашний, он 6 класс, а на самом деле он 4. Значит, проводишь диагностику, совершенно понятно, что там отставание, а у других это внезапно произошло. И он был здоровым, и вдруг это... И вот эта дифференциация такова, что без планшетов, без специальных сценариев уроков, это я не знаю, я сейчас о разных вещах просто говорим. То есть, если плохая школа, в том смысле, то есть, там нет современной методической работы, причем, обратите внимание, плохая школа может быть и в центре Москвы, и в деревне, и наоборот. Здесь у него, я знаю, у него школа будущего, да. То есть, сегодня есть такие инструменты, которые, слава тебе, господи, позволяют, ну, скажем, вот эту тенденцию государства, всех построить в шленку. Сегодня можно это, я не хочу сказать, обходить, преодолевать вот это, искусственные барьеры, понимаете. В данном случае, хорошие школы, это ровно те школы, где учителя, вне зависимости от учебника, делают свое дело хорошо. И при всей критике издательства, просвещения, я еще, я не лезу в финансы, я это не понимаю, ничего, это не мой вопрос, да. Но вот они сейчас делят электронные учебники, и мы ими пользуемся, и они довольно интересные, по многим темам, понимаете. Есть очень хорошие. То есть вопрос не в издательстве, не в лейбле издательства, вопрос в обнятной государственной политике. И, прежде всего, управленческой политике. Когда много издательств, то понятно, что они создают некую конкуренцию, в том числе, да, там, понятно, что хороший учебник написать, а пробирывать требуется достаточно много времени. Это тоже непросто, это большая работа. И вряд ли внутри действительно одного издательства будут как-то затрачиваться силы и желание на то, чтобы самим себе составить конкуренцию. Тут в этом вопрос большой. Там ведь вопрос-то еще в чем? Каждое издательство, свой учебник называют лучшим в мире, оно соответствует новому в ГОСУ. Безусловно. Хотя в 90% случаев это вранье просто. И к новому в ГОСУ перелицевали старый учебник и обозвали, что новый в ГОС. И так далее. То есть в этом плане, как это, я бы все-таки псевдо-многообразие и реально многообразие, я бы на этом вот тоже фиксировался. Согласен. Не стоит цели, а давайте еще один учебник. Вот не хватает вот таким детям, про которых Евгений говорил, вот для них давайте сделаем, для этой целевой группы сделаем учебник, пособие. Потому что там на самом деле сценарии нужны. Там вот они вот... Там сценарий урок, там учебник вообще вреден, он как бумажный не может быть. Я про это говорю. То есть давайте для разных дидактик, вы назвали сегодня развивающие обучение, есть диалог культуры Библира, это своя песня и свои учебники. Да, Занковская. Да, да, да. То есть в этом плане... Если появляется необходимость, появляется как-то... Задача рождает орган. Да, да, да. Но я вижу еще один риск, и вот как-то он мне так показался в связи с выступлением вот Али Глебедев. Потому что, смотрите, все-таки сейчас инклюзия, и не такая она вот отдельная, да. Сейчас в школу придут и приходят, они уже имеют право на это. Дети самые разные. И они идут, попадают в класс, и там получается очень большая разница между способностями, да, и возможностями. И, естественно, будут брать какие-то методические пособия и учебник, который предлагать всем один по минимуму, да. То есть это будет самый простой, условно говоря. Нет, нет, нет. Там все сложнее, вы поймите. Это ведь процесс тяжелейший. И он, конечно, в считанные минуты не решается. Это очень сложно, да. Вот сейчас приняты новые стандарты для детей с особенностями. Ну, пока 8 стандартов, их все предстоит осваивать. Под них вообще ничего нет. И это учителю придется это делать. И упаси нас, Бог, всех под одного ребенка. Вот, понимаете, даже если очень кто-то захотел отличиться и достигнуть одинаковых результатов к концу года, это фейк. Ничего из этого не выйдет. И никакой один учебник здесь, конечно, не сработает. Это очевидно. Ну, с другой стороны, вот теперь, я не знаю, как, в Калининграде, да, в Калининградской области, вот в Москве уже начали оставлять на второй год. Вот буквально несколько лет назад было трудно себе представить, чтобы ставили двойки там в году или в четверти, а сейчас начинают в среднюю штуку. Чему я оставлял всю жизнь? Оставлять на второй год. И как раз, мне кажется, такая советская история, когда вот действительно один учебник, все должны эту программу освоить, если не освоили, выпали. Нет, нет, нет. Можно маленькую реплику, не все так просто. Вот поверьте. Хорошо, я буду рада, если вы меня разуплетите. Где вы это видите? Нет, 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 нет. Это, конечно, бывает везде по-разному. И я вам должен сказать, что если в школе есть служба сопровождения, и дифекологическая, и так далее, любому ребенку мы поможем. И в зоне его ближайшего развития, и переведем, и так далее. Но есть и перед вами наглый бездельник, способный. Знаете, казнить нельзя помиловать. То есть, иными словами, в значительной степени это воспитательные меры. Потому что нельзя просить на халяву. И в этой ситуации второй год может быть благом, а может быть страшным. Это же все индивидуально. Нет одного инструмента. Ну вот у нас сегодня представители не массовой школы, поэтому надо оговориться, что так не всегда бывает. Ну, действительно. Инклюзия, кстати, очень непростой процесс. Там же есть, допустим, ребята с трудностями физическими, условно, на коляске, да, но с охранным интеллектом, есть ментальные нарушения. То есть это действительно... Правда, каждый раз это индивидуальная вещь. Но вот я хотел бы развернуть еще такую нашу дискуссию в сторону, наверное, может быть, вот кризис доверия. Вот это возникновение новой корпорации, которую всем, допустим, сможет одинаково хорошо обеспечить. И, может быть, сворачивание линейки учебников, хотя я согласен, что действительно некачественные учебники должны уходить, безусловно, и они не должны смущать и мешать. Это безусловно. Но тем не менее, а вот кто действительно принимает решение, то мне кажется, дать возможность высказаться учителю. То есть мы ему доверяем самое ценное, что у нас есть, это ребенка, но не доверяем, например, выбрать программу. Или, например, директору доверяем тысячу детей, или больше сейчас в Москве, но не доверяем, например, выбрать, например, оборудование, или осуществить поставку. Например, по нашему опыту региону, может быть, он не такой типичный, но тем не менее. Например, я был назначен на стадии строительства школы Новосрок, мне дали смету. Говорит, вы можете что-то там изменить? Я посмотрел, понял, что я изменить не могу, я могу это выбросить и написать заново. И дали такую возможность с педагогическим коллективом, с родителями, с представителями учителей и других школ вместе рождали сначала программу, под нее брали оборудование. И ни один корпорат за нас это сделать не может. Не потому, что она плохо работает, а потому, что вот в этом месте, под эти задачи, они, школа у окраина, это одна задача, школа в центре крупного мегаполиса с отобранными детьми, это другая совершенно задача, другое оборудование. Поэтому в этом смысле, вот это вот, но тем не менее, это возникает в целом, если давайте так все-таки речи называть своими именами, вот доверие, оно немножко, по моим ощущениям, оно уменьшается. Когда вы строили, наверное, еще не было 44-го закона. Не было. Я тогда, Александр Александрович, спрошу, что школа может как-то распоряжаться, ну вот вы же сказали, да, есть закон, есть список одобренных учебников. Вот внутри этого как-то можно жить еще иначе? За счет родителей или за счет чего-то? Ну, я вам скажу откровенно, вот моя позиция, если уж мы ввели единый госэкзамен и совершенствуем его и будем совершенствовать, вот какая разница по какому учебнику я готовлю? Мои дети успешно создают этот еду или не успешно? То есть осваивают госэкзамен. Да, осваивают госэкзамен. И фокус-то надо. Внимание. Как раз на требования в едином госэкзамене, что проверяется, какие вопросы. А по какому учебнику готовили детей в школе? Да какая разница? Пусть учитель, директор школы для этих детей выбирает эти учебники. И в мире, кстати, потому что я странно говорю, так и есть. Никто не отслеживает, ну, кроме Северной Кореи, где по одному учебнику, на самом деле. Пожалуйста, по-любому эффективны школы, как они сдают национальные экзамены. Конечно. В этом вопрос успешно ты сдаешь национальные экзамены не любишь успешно. Но, тем не менее, это очень немаленькие деньги. Поэтому надо менять закон. Надо менять закон с этой идиотской записью, что министерство диктует перечень. Алексей полностью согласен. Почему мы доверяем? Ну, самое интересное, что министерство тоже мы с тобой знаем не диктует. Оно нанимает экспертов и становится заложником. Это можно. Мы возвращаемся к вопросу доверия как к Российской Академии Образования так же, как к Российской Академии. Две экспертные организации, которые определяют качество учебника. Российской Академии Образования. Если вы думаете, что я знал, как получаются эксперты для экспертизы конкретного учебника, уверяю вас, я не знал этого. Как подбираются эксперты? Вот вы написали учебник, и как подобрать к вам экспертов? Манипулируя подбором экспертов, я могу получить наперед заданное заключение. На учебник команды Жанкова дать традиционных экспертов, я не напишу, что он полностью не приходит. Но вот как раз возвращаясь. Поэтому прозрачность подбора экспертов, судя, кто тут уже был вопросом, это отдельный вопрос, который, ну что, это что-то дать. Это на самом деле ключевая проблема, если вдруг возникнет возможность, что школы, учителя будут иметь возможность выбирать себе учебники. Вот для того, чтобы учебники стали качественными, нужно действительно прежде всего разобраться с экспертными институтами. В этом множестве учебников учебной литературы должен быть фильтр на А, ненаучность, безусловно. То есть, если в учебнике бред с силой кобылы, то должен быть фильтр ненаучный. Но, ребята, вы же забываете об одной такой вещи. Существует еще дух эпохи. И я вам предоставлю одно пособие, я не буду называть, оно не прошло. Мы как-то очень хотим, чтобы это было научно, мы очень уважаем религиозные вещи. Когда я в одном учебнике биологии прочитал, у нас же были уже процессы антидарвенистские в школах, в Френинграде, в Санкт-Петербурге, а там и нашли компромисс на люди. Там было написано, человек произошел от обезьяны по образу и подобию Божьего. Пытались примирить как бы два подхода, позитивистские и уважение оказать. Вот мы же не на луне, вот тут еще и эта беда. Ну, слушайте, ведь педагог, он же приходит из университета, ведь там он по своему предмету может получить некие знания и список тех учебников, которые он может прочитать за время, вот, я не знаю, там, практики, еще и что-то. Выше школы вообще не при чем, она понятия не имеет, что там в средней школе, для них это такая вот... Мне кажется, что... То есть вы учителю не доверяете изначало, да? То есть человек учился, и изначально вы уже ему не доверяете, что он не отсылит. Вот команда под руководством Генбурга сделала просто удар педагога. Он на вырост, но они сделали это, и сейчас педвузы, вернее вузы, которые готовят педагогов, сейчас ломают себе голову, как готовить в соответствии с тем профстандартом. В школе совсем другой стандарт появился. Новое поколение стандартов школьных это другая песня. Вот к ним тоже педвузы пока не умеют готовить. Не умеют, да. Кстати, учебников к этому стандарту тоже нет. Поэтому тут положиться на педвузы на мой взгляд, пока рано. Граждане, конечно. Я боюсь, что вот этот профстандарт, который был привит, он вообще расстраивает педагогу, потому что там очень высокие требования. Я не знаю, если вот ваши педагоги, они будут соответствовать? Вы его просто не читали. Ну, да, мы служеницы не читали. Я в франции себя слушаю. Во-первых, мы очень его внимательно изучили с педагогами, причем прям вот достаточно серьезно разобрали, и, например, мы увидели в нем, не знаю, для авторов будет это интересно, например, что ведущая роль там именно в управленческой компетенции, компетенции, то есть не вот какие-то наборы предметных, то есть учитель становится, он управляет, управляет многими процессами, то есть он становится в такую интересную позицию. И в этом смысле, если ты управляешь, то и ты, кроме доверия, можно говорить и по ответственности, потому что если за учителя, например, которые управляют каким-то процессом, решили все, по какому учебнику, каким оборудованию, в каком классе, каких детей, и так далее, и так далее, то тогда кто отвечает? Тот, кто это все решил или учитель? Если мы хотим ответственного результата в итоге, в том числе и в едином госэкзамене, то, разумеется, и ответственность должна в большей степени вместе с ресурсами передана на его плечи. В этом смысле меня стандарт, например, никак не напугал и наши педагоги в целом к нему относились вполне даже с каким-то разочарованием отложили его принятие, а мы уже были так готовы, если честно. Нет, это я потребовал, министр поддержал, и профсоюзы тоже. Я везде написал, кстати, за это сейчас поплатил, что с учитель нельзя требовать то, чему его никто никогда не учил. Сначала научите, а иначе это будет расстрельное, конечно, поэтому отложенное, не внедрение отложено, а вот когда оно войдет уже в силу до 17-го года, чтобы было время разобраться, конечно. Но я возвращаюсь к учебнику. В таком случае можно ему доверить выбор литературы, независимо от того, рекомендованное или нет? Если этот стандарт будет реальным, то безусловно. Потому что он будет отвечать за результат. Я бы не стал говорить, что он стал управленцем. Нет, нет. Там во главе становится учитель, не предметник. Нет, нет. Учитель начальной школы, учитель основной школы. И предмет там появляется. Без предметом о чем в школе? За жизнью разговаривали. Нет, нет. Но ведущая функция учитель. Вы же знаете, что 5, 6, 7 класс у нас провальные. Потому что там пытаются предметы учить. Там не учитель, а предметник. Поэтому, если этот стандарт будет, а он будет, я в этом уверен, входить в жизнь, вот уж тому учителю точно можно доверить выбор учебника. Ну, вы знаете, я не стал так идеалистически. Знаете, вот у меня нет для тебя других писателей, как сказал один известный персонаж. Конечно, учителя могут иметь разные уровни. Культуру, подготовки. Это очевидно совершенно. Массовая профессия. Это массовая профессия. Кастинг не проводим. Но здесь, когда мы учим людей работать командой, есть люди, с чем это ответственность. Значит, там есть, я прошу прощения за эту банальщину. Есть учитель истории, есть метода объединения, есть зауч. Коллективное обсуждение, это уже развитие, кстати, учителя об этом сегодня говорилось, да? То есть, не каждый учитель, мало я чего хочу, но мама спит, и я молчу. Может, учитель, извините, фашист по убеждениям или какой такой, и он выберет такое учебник, что я обостряю ситуацию, да? Поэтому речь идет, конечно, о командной работе школы. Вот школе в целом надо доверять больше. Понимаете? Школе, да. Команде надо доверять. Потому что каждый из нас имеет свои пристрастия, мне нравится, одно, ну, понимаете. Я бы добавил, смотрите, в новом стандарте, профстандарте, там очень важно умение работать с родителями. И все школы, которые сегодня прорвались, и вот эти школы завтра, что нет, школы, которые работают с родителями тесно. И доверять надо и школе, и родителям, которые своим детям явно не хотят вредать. И тут не совсем. Знаете, интересно все диалектично, да? Ведь сегодня родители тоже в таком модном тренде. Они хотят, чтобы дети были успешными, чтобы карьера была. А школы конкурируют. Я никогда не забуду, как я их хатал, у меня же тоже детский сад. Я увидел вдруг пособие. Это экономика для самых маленьких. Ну, чтобы он же с горшечной группой занимался, значит, экономикой. Ну, например, там задачка есть. Как на свете? То зовется, что за деньги продается. Это не чудесный дар, называется товар. Там сказка о том, как Мишка занимается бизнесом. Конечно, он торгует медом. А промоушен, то есть впаривает сорока. Но вы знаете, это такая беда, потому что уже есть исследования психологов, глубоких, которые показывают, что слишком ранее прагматизация приводит к изменению шкалы ценностей. Эти детки своих родителей сдадут в хорошие профессионаты, чтобы не париться потом. Понимаете? Если идти слепо за родителями, они хотят, чтобы немедленно быстро читали. Не надо за ними шкалить. Да, да. Тут надо диалог. Их просвещать тоже надо. Самая распространенная беда это раннее обучение языка. Спасибо всем большое. Мы сегодня говорили про учебники и про будущее российской школы. Все как обычно. В Московской студии научно-рководитель Центра оценки качества Высшей школы экономики Виктор Болотов, директор Московского Центра образования номер 109 Евгений Ямбург, директор школы будущего поселка Большой Исакова Алексей Голубицкий, журналист Евгений Насыров, по телефону доктор педагогических наук профессор Высшей школы экономики Олег Лебедев вела программу. Я Тамара Леленкова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова